Что ж, Наталья, в двух словах, давайте подрезюмируем нашу беседу, исполнение желаемого. То есть, что бы вы как-то это, Хиллер, сказали бы тем людям, которые чего-то страстно желают, но у них по каким-то причинам оно не получается? То есть, не достигается желаемый результат. Какой бы вы совет дали с точки зрения тета-хиллинга? И с точки зрения тета-хиллинга, и вообще с остальных точек зрения, которые, да, со всех методов сборных, то, что я знаю, и то, как я с собой, да, тоже решаю какие-то вопросы. Ну, во-первых, в комфортной обстановке, в спокойном состоянии сесть сам с собой и честно подумать, да, и ответить честно сам себе. «Я действительно этого хочу или нет?» Или «Кто этого хочет?» Или это голоса в моей голове «Мама, мама, малышка?» Ручку, бумажку нужно взять, я так думаю, правда? Да, хорошо бы, хорошо бы, да. То, что зафиксировано пером, да, это еще сильнее проявляется. Такой вот закон все-таки у Вселенной есть. Только единственное я хочу сказать, думайте, что пишите, думайте, что хотите, да, добьтесь ваших желаний, потому что они исполняются. То есть надо действительно понять и, скажем так, чтобы у соседа корова сдохла или чтобы у меня было лучше. То есть это не сработает, естественно. Да ну почему? Смотря какой план, четвертый план, ежели человек колышет вполне удачно, вы знаете, и сдохло, от этого-то и проблем много, знаете. В четвертом плане есть правило, за все надо платить. О-о-о, конечно, зло послание. Это да. Трижды возвращается трижды, это мы все хорошо это знаем и помним, но иногда люди совершают, понимаете, люди многие, тут еще такая проблемка, они в четвертом плане находятся несознательно. Их кармически поместили сюда, уже с этими открытыми знаниями и теперь смотрят, знаете, вот бабушка бывает прошла там и подумала, да, гадость какую-нибудь, и раз, сразу ребенок начинает болеть, или там, ну, опять же, корова у кого есть сдохла. То есть бабушка-то, наверное, не специально, она может вообще подошла и говорит, какой хороший ребеночек, а у нее там, знаете, другая программка, она в прошлой жизни там 10 хуторов сожгла, летая на драконе, понимаете, голая ночью, вот. А сейчас она пришла в этот мир, как бы, да, пожинать плоды. Эту бабушку никто не любит, она не понимает, почему, она вроде даже как и хорошая, но только вот она с четвертого плана взяла вот то старое, интересное, темное, и она это все раздает, понимаете, как заразу, то есть. Но, смотрите, иммунитет-то тоже есть разный, поэтому кому-то прилипнет, а кому-то нет, и это тоже определенный опыт, не просто так прилипает. Однозначно, то есть, ну, понимаете, тут все надозволителем, ну, не все полезно, раз, а то, что созидает Бог, никто не может, как бы, разбирать на части, то есть, даже вот написано, например, в той же Торе, что, ежели Бог что-то попускает, это не значит, что Он на это закрывает глаза. Да, но есть понятие попущения, да, то есть, почему люди болеют, это же карма, это наказание, и если Бог так думает и имеет, как бы, вот эту вещь дать человеку, то Он знает, почему Он это делает. Зачем-то это нужно, правильно? Нет, это образовательный процесс. В Индии, вон, вообще, всех в лепрозоре сгоняют и говорят, ребята, вы виноваты, сами мучаетесь, да? То есть, мат Тереза, помните, служение такое, великой женщины, что она делала? Она же никого не лечила, ни одной таблетки аспирина никому не дала. Она просто, она и ее сестры, и ее орден просто заботились о них, то есть, давали им ласку, любовь, там, чистые полотенца, но никто никого не лечил. Потому что никто не хочет, тот, кто мудр, кто понимает, он не хочет становиться в противоборство с Богом, понимаете? Потому что ведь даже в магии, если мы посмотрим, ведь светлые же не лечат, лечат темные, то есть, никто никогда из светлых, по большому счету, кто в созидании находится, как бы, с Богом, в равновесии, он никогда не пойдет, ну, как бы, против Бога и не будет забирать эту болезнь. Не перемешиваться. Конечно, это же процесс. Почему человек раком болеет? Ну, например, рак, раз, да, и все. То есть, это же уже конкретное предупреждение, это уже, когда Бог 50 раз сказал, эй, алло, тормози, а человек все равно не понимает и идет с этой горы падать. Он его так останавливает, хоть так, понимаете? Либо остановится, либо нет, да, то есть уже последний действительно предупреждение. Да, как говорят арабы, иншаллах, все во власти Аллаха, поэтому тут никуда ни вправо ни деться. А молитва оптинских старцев, ну, все религии. Конечно. Да будет воля твоя, да, так и есть. Конечно, конечно, конечно. То есть даже вот чинаш, да будет воля твоя, то есть, да, не моя, то есть, не по моему велению, да, то есть, заклинатель говорит, то есть, проглашая свою волю и там присовокупляя туда сущности, которые, как бы, помогают. А именно когда человек, скажем, чистый, который находится на седьмом плане, молится, он говорит, твоя воля только, то есть, моей нет. То есть, ну, человек на седьмом плане, он осознает именно момент своего несуществования, то есть, он свою программность-то осознает. Он, да, он сливается, он становится этим, да. Он осознает себя Богом, он находится на том уровне, на который возвышен Будда, Христос, который говорит, я и отец одно. То есть, это же не значит, что он говорит, я мужик на стуле, это значит, что он говорит, я такое же существо, я осознаю в себе Бога, и я осознаю себя Богом, но через, как бы, ну, то есть, не то, что я есть Бог, поклоняйтесь мне, да, а я осознаю, кто я есть, что я не кусок мяса, грубо говоря. Да, конечно, и мы живем в этом мире, и я извиняюсь, законы вселенной все равно они есть. Игра, правила игры все равно есть, поэтому мы говорили, да, об этом как раз. Можно в электричество не верить, но… Да. Да. Поэтому, вот, еще продолжим про желание, то есть понять, что за желание, четко, твое или не твое, это желание, и дальше посмотреть, прям задать себе вопрос, что мне мешает сейчас. Здесь могут быть разные техники, да, здесь бывают программы подсознательные, не всегда легко человек может ответить, о, да я знаю, у меня просто всех там раскулачили, поэтому у меня проблема, нет. То есть дальше идет работа с блоками, следующее идет, что же нужно сделать, чтобы это было быстрее, потому что бывает страх успеха, опять же, есть такой момент, страх успеха. А вдруг жизнь так изменится, что мне придется, сейчас как привалит счастье, мне придется все свое привычное болото поменять, да, и тоже страх. Сейчас скажу, как же я сталкивалась, я сталкивалась с очень интересным случаем, он наглядный очень. Девушка очень хотела изменить свои условия жизни, то есть там, ну, улучшить квартиру, скажем, какие-то такие материальные условия, которые действительно нужно было улучшить. И она в какой-то момент остановилась и говорит, я поняла, почему, чего я боюсь. Если ей привалит богатство, она сказала, у меня, говорит, столько родственников сейчас, и они все просто ждут и знают, что я должна с ними поделиться. А их столько, и она говорит, да ну нафиг, лучше я буду так жить сейчас, но никто вот не слетится, потому что при этом у меня все равно все заберут. Это вот она просто сама сразу сказала, и она говорит, я поняла, почему. И, конечно, вот когда выстраивается картина, здесь можно дальше понять, как ты поступишь, если действительно придет это, как грамотно подготовиться к этому, да, то есть все решается. И тогда это все достаточно мягко приходит. А дальше там уже мечтайте, выходите в прекрасное состояние, представляйте, визуализируйте себе, чувствуйте запах, вкус того, что вы хотите, просите, да, то есть я, причем с благодарностью.